Древние зрители и доисторические подписчики прекрасно знают, откуда растут ноги у этой микросхемы. Вот эту миниатюрную кругленькую плату я вытащил из обыкновенного вентилятора от компьютера, ну может быть еще от чего-нибудь. Короче, эта плата и эта микросхема управляла тем самым электродвигателем и заставляла его вращаться. Многие из моих зрителей прекрасно знают, насколько я неравнодушен к дистанционному включению и выключению всевозможных там волшебных лампочек. Одну из таких схем мы сделаем с вами прямо сейчас, не отходя от кассы. Я уберу пищалку, чтобы она нас не раздражала, и немножечко удлиню вот этот белый проводок, который идет к полевым транзисторам нашей микросхемы. Ладно, сделаю это за кадром. Помните, как я с помощью радиопередатчика включал вот эту лампочку, даже не прикасаясь к ней руками? Да, за кадром у меня вот такая радиостанция. Но если вы заметили, что когда я подаю сигнал на эту лампочку, там загорается еще одна маленькая лампочка. Да, с достаточно большого расстояния, благодаря длинной антенне, я могу вот эту лампочку погасить, а вот эта лампочка будет светиться. Смотрите. Вот она светится. Ну, точнее, моргает, ребята. То есть, я включаю в режим моргания вот этот вот маленький световой индикатор. Давайте проверим дистанцию. С такой антенной эффект, конечно, на незначительном расстоянии, примерно 50 сантиметров. И заметьте, как будет срабатывать вот эта лампочка, когда я буду удалять передатчик. Я сейчас нажму тангенту. Вот у нас моргает левая лампочка. А теперь удаляю передатчик. И горят обе лампочки. Заметили эффект? Давайте вот так вот поднесу. То есть, я могу с помощью передатчика устроить вот такое перемигивание лампочек. Дистанционно. Без всяких там кнопочек или ключей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...